В коментах общались с тобой, в сети ты ведь просто герой, просил нас оставить покоя, на деле же ты, ну такое. Всем привет, это Ну Такое, меня зовут Павел Козлов, и я рассказываю про Междуреченск и не только из интернета. Новогодние приготовления идут полным ходом, и городские службы возвели потрясающую елку. А вот прочих построек маловато, но обо всем по порядку. Кстати, это тридцатый выпуск моей передачи, поехали! Этот пост под лозунгом «Лучшее детям» появился в социальной сети в группе «Типичный Междуреченск». Давайте посмотрим. Вот, Междуреченск. В нашем городе сделают горку для детей. Уходит прямо к общественному туалету. Обалдеть. Ммм, горка в общественный туалет? Неплохая идея. Но не все же горку в столб направлять, нужно и разнообразие какое-то, как в прошлом году. Хитро сделано, чтобы лишний раз не чистить подход. Одним выстрелом двух зайцев убили. Там бортики сделаны на горке, и в сторону направлены, а не к туалету. Хорошая горка, как раньше, из снега, а не из досок. В общем, пообещали все постройки к 20 декабря открыть. Посмотрим, как получится. Ну, такое. Я хочу, чтобы моя жена никогда не работала, а занималась семьей и бытом. Она говорит, что моих денег не хватит на всех. Вот скажите, сколько нужно зарабатывать мужику в месяц, чтобы вполне хватало на четверых человек? О-о-о-о, как же я хочу, чтобы мой мужик мне так же сказал. Посиди-ка ты, милая, дома. Займись семьей и бытом, хотя полгода. Чтобы не истратил одну зарплату, а уже выдали следующую. Мужчине нужно зарабатывать. Тысяча двести, наверное. Да, ну... Отец! Ну, я думаю, о трехста. О трехста тысяч в месяц. Совсем с ума сошли. Ну, мой мужчина должен от миллиона месяцев зарабатывать. Хоть что, ебану, что ли? Не меньше миллиона. Месяц. Месяц, конечно. Послушайте, это... Это просто даже... Это не серьезно. Я живу на последнем этаже, и это ад. Я знаю, кто что готовит. Вся вонь подъезда у меня в квартире, а больше всего в туалете. Все запахи по вентиляции идут ко мне. А если еще кто-то закурит в туалете, так это вообще пипец. С этим вопросом куда идти? С этим вопросом идти и жить в частный сектор. Потому что никто ничего делать не будет. Мы на восьмом живем. Ни о чем подобном не знаем. Что-то с вентиляцией не так. У моей жены пипец, как сыпятся волосы. Они просто везде. Даже в трусах их нахожу. Что с этим можно сделать? Может, средство есть какое-то для этого? Она просто не мычит, не телится. А меня эти волосы просто достали. Нервы трепи и меньше. И витамины купи. Пусть попьет. Нахожу в трусах, хоть и не женат. Побри ее наголо. Стоп, стоп, стоп. Лысый может быть только один. Ну такое. У меня парня в армию забирают. А он такой дохлик у меня. Скажите, там сильно бьют. Стоит опасаться за него. Если вы, девчонки, выберетесь из учебки. Если вы переживете курс молодого бойца, вы станете оружием, посланниками смерти, молящимися о том, чтобы началась война. Но до этого дня вы просто блевотина. Низшая форма жизни на земле. Бывалые солдаты комментируют. Там бьют. Очень сильно бьют. Будет дедам чай варить. Ну очки будет п**рить. Да и все. Не переживай. Берешь мягкой губкой. И аккуратненько это все размосишь. И пошел в размазу. Размазал. Аккуратненько. Начал жить с девушкой. Квартира моя. Но я временно не работаю. Занимаюсь саморазвитием. Совершенствуюсь. Вчера она получила зарплату. И вы понимаете, я ни копейки из денег до сих пор не увидел. Что это вообще за безобразие такое? Хочу выпить пивка с вкусненькой рыбкой. А она не дает. Как ты интересным словом обозвал тунеядство? Саморазвитие. Хочет рыбку съесть и косточки не оставить. Угу. Дамы. Вы же сами кричите о том, что мужик без квартиры не мужик. Вот вам одна из версий владельца квадратных метров. На сегодня у меня все. Смотрите следующие выпуски «Ну такое». Если же, конечно, не волосы в трусах. Пока. В комментах общались с тобой. В сети ты ведь просто герой. Просил нас оставить в покое. На деле же ты, ну такое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok